Вторые сутки жители нескольких садоводств Павлодара сидят без света из-за поломки на электросетях, у которых, как оказалось, нет хозяина. В то же время жильцы этих дачных массивов оплачивают за полученную электроэнергию по высокому тарифу. Власти проблему признают, но не решают. С проблемой отключения электроэнергии жители садоводства «Весна» сталкиваются не впервые. На этот раз без света остались порядка 70 семей. Одна из них – многодетная семья Матвиенко – рассказала об условиях, с которыми приходится сталкиваться. Света нет, еду готовят на печи. А в связи с дистанционным обучением и уроки не могут сделать. Пока есть еще заряд на телефоне, но я не даю ей делать уроки, потому что сядет, и потом ночью они не в туалет сходить не смогут. Боятся же все равно дети. Как-то фонарики стараемся экономить. Какой-то год вообще, наверное, каждый месяц так было. Зимой вообще, когда бураны, вообще постоянно так было. Темнеет-то рано, и как-то детей в 6 часов спать не положишь. В садоводстве «Весна» круглогодично проживает 95 семей. Это и многодетные, и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Немало живет здесь и пенсионеров. Если вовремя за свет не заплатим, линию нам тут же отрезают, нас тут же обесточивают. Штрафы, пеню, все нам начисляется моментом. Но получается сейчас 3 года эту линию вообще никто не обслуживал, ее не ремонтировали. Когда случилась эта ситуация, а ремонтировать некому, она ничья, и все от нее открещивают. Мы готовим на газу, вот это выручает, и печка выручает. Получается скважина у нас от вода, которая качает, от электричества, получается мы без воды сидим. У нас водяной котел, стараемся детей туда не подпускать, света нет, дети уроки не делают. Уже третьи сутки, получается, уроки не делают, потому что света нет. По словам председателя садоводства, от электросетей, вышедших из строя, питаются порядка 20 организаций. К тому же местные жители оплачивают за свет вовремя, по тарифу даже выше, чем в городе. Наши сети в порядке. Мы проверили с электриком все свои сети, наш трансформатор, у нас все нормально. Мы готовы к приемке электроэнергии, но мы ее от Павлодар Энерго получить не можем. Меня, как руководителя, вообще интересует один вопрос. Не кажется ли вам, господа, что в городе Павлодаре за последний год очень много аварий на объектах энергоснабжения? Пока готовился наш сюжет, электричество на дачных массивах подключили. Линии, на которых было выявлено повреждения, являются бесхозными. На месте работали наши коммунальные службы. И в настоящее время электроснабжение восстановлено в данном районе. Когда поставят бесхозные сети на баланс и кому? О дальнейших перспективах в городском Акимате пока умалчивают. Ведь не факт, что проблема снова не повторится. Вероника Вишневская, Незбек Смагулов, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат.